Дамы и господа, Дмитрии Бивол! Фантастическая техника, нерушимая защита и убойная сила. Несмотря на то, что пол и тяжелый дивизион в боксе на данный момент, как никогда конкурентен Дмитрий Бивол сумел покорить данный вес. Благодаря своим нереальным навыкам уроженец Кыргызстана надолго засел в элите данного веса и в ближайшее время уж точно не собирается оттуда уходить. Но, несмотря на все его достижения, критики всегда найдут, к чему придраться. И одним из таких предъяв в сторону боксера является вопрос о его безударности. И для того, чтобы развеять этот миф, в этом выпуске мы собрали для вас полный сборник нокаутов Дмитрия Бивола за его карьеру. Поэтому запасаемся ништячками и смотрим до самого конца. Приятного просмотра! Поехали! Открывает наш список уничтожений профессиональный дебют россиянина, который произошел осенью 2014 года, где на полупустой арене наш герой забил за 6 раундов уругвается по имени Хорхе Родригес Оливера. Будет опасности, но, с другой стороны, конечно, не стоит к этому привыкать. То есть он удар по печени. Больно, больно. Еще один удар. Терпеливый какой Оливера. Но, пройдя те 4 раунда, конечно же, ну, буквально это было полминуты назад. Я подумал, что он сдается. Да, нет. Полторы минуты. Пропустил тяжелый боковой удар. Такое бывает нечасто. Тянет время, тянет время. Оливера? Не тянет. Все-таки нокдаун. Нокдаун, нокдаун. Это был левый боковой в исполнении Дмитрия. Останавливает бой? Нет, это капал. А, капал. Что-то с ногой, да. Следующий накап. Бой против соотечественника по имени Константин Петернов, который, несмотря на то, что был гораздо опытнее своего визави, ничего не смог противопоставить нашему герою. Еще раз справа попадает. Начинаются более решительные действия. Петернов остался у канатов. Пытается... Встречу пропускает. Тяжелый удар. Нокдаун. Чтобы ударить навстречу. Но получил довольно-таки тяжелый нокдаун. Разбит нос. Времени еще более чем достаточно в этом бою. Бивола угол останавливает. Угол Петернова останавливает. Выбрасывает полотенце. Ну что ж. Закончен. Технический нокаут. Это, я думаю, очень хорошая победа для Дмитрия Бивола. Да, такая победа придаст уверенности. 22 мая 2015 года на андергарде боя по ветке МПРС Дмитрий Бивол провел поединок против ууганца по имени Джои Вегас. Так как внимания на данный уикенд было много, уроженца Кургызстана было важно ярко себя проявить. И с этой задачей он справился на отлично. Два раза отправив на пол соперника в третьем раунде. А затем уничтожив полуживого соперника в четвертом. Трудно быть профессиональным боксером и хотя бы разок не встретиться на ринге с мексиканцем. До Канелу Альвареса нашему герою доводилось делить ринг с представителем данной нации летом 2015 года. Им стал боец по имени Филиппа Ромеро. И в отличие от своего звездного соотечественника, его хватило лишь на 8 раундов. Идем далее. Следующей жертвой россиянина стал боец по имени Джекса-младший. Первые два раунда наш герой выстреливал соперника точными джебами. Однако, когда до конца трех минутки оставалось всего 10 небольшим секунд, Бивол попадает точным правым прямым. Нагдан. После этого соперник россиянина полностью отдал инициативу. И это привело к тому, что в четвертом раунде Бивол завершил бой точным встречным ударом. Пятый бой на профессиональной арене уроженец Кыргызстана провел против бразильца по имени Клейтон Канцейсан. Клейтон был довольно крепким бойцом, однако по ходу того боя Бивол отправил его на пол целых пять раз. Последняя посадка стала завершающей. Седьмой нокаут. Бой против новозеландца по имени Роберт Беридж. В данном поединке россиянин выступал уже в качестве чемпиона мира, в котором он стал боем ранее, проведя сватку с Феликсом Балерой. Первая защита титула прошла успешно, ведь Бивол остановил соперника за четыре раунда. Показать не может выдающегося. Держится аморально выливок. Да, то есть руки разлетаются, защиты нет. Но спасет его, гон, конечно, не дожмет, но концовка однозначно забивал. Еще двойка зашла. Продолжает работать Бивол. Ни одного попадания со стороны Бериджа. 14 апреля 2017 года. Поединок с американцем Сэмюлом Кларксоном. Уже в самом начале первой трехминутки Дмитрий отправляет дважды на пол своего оппонента. Далее американцу ничего не остается делать, кроме как выживать, что он и удачно делает вплоть до четвертой трехминутки. Где наш герой встречным ударом с правой руки ставит точку в этом противостоянии. Идем далее. Друзья, не забываем ставить лайки и оставлять комментарии. На одиннадцатой профессиональной встрече Дмитрий встретился с бойцом по имени Сэдрик Агнио. У которого был довольно впечатляющий рекорд, состоящий из 29 побед при всего двух поражениях. Бивол не был настроен долго затягивать данный бой, поэтому сразу рянулся в атаку. Что привело по итогу к нокдауну уже на первой трехминутке. Избиение продолжилось аж до четвертого раунда, когда после точной атаки с левой руки соперник сказал «С меня хватит». Свой первый бой под агидой известной промоутерской компании Matchroom Boxing Бивол провел против австралийца Трента Бродхерста. Данный поединок навел тогда большую сумотоку, ведь Дмитрий в тот вечер оформил, наверное, самый красивый нокаут в своей карьере. Ну и самый последний нокаут Дмитрия на данный момент произошел в поединке против кубинца по имени Салливан Баррера. Вооруженец Кыргызстана не оставил ни единого шанса своему оппоненту, устроив тому извиение на протяжении всех 12 раундов, а в конце дополнив свое выступление жестким правым прямым. У Барреры не было шансов. В минувшие выходные другой российский боксер по имени Артур Бетербиев успешно завоевал титул по версии WBO, буквально уничтожив своего соперника по имени Джо Смит-младший. Таким образом, россиянин стал обладателем сразу трех поясов, и до статуса абсолютного чемпиона ему не хватает всего одного пояса, которым как раз-таки владеет наш сегодняшний герой. Впереди полутяжелый дивизион ожидает схватка десятилетия, поэтому оставляйте комментарии с вашим мнением, кто станет королем данного веса. Субтитры создавал DimaTorzok